Ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса? На удивление здравые мысли начинают звучать даже в эфирах российских федеральных каналов. После очередной серии ядерных угроз, озвученных Путиным, в эфире программы «Место встречи» на НТВ стали вполне резонно задаваться вопросом, а стоит ли захват руин городов и сел на Донбассе ядерной войны? Нужны ли руины какого-нибудь Бахмута ценой ядерных ударов по России, как из этого вытекает гибели миллионов россиян? Начали, как обычно, с обсуждения боевых действий в Украине, которые у российских пропагандистов тоже, впрочем, уже не вызывают былого энтузиазма. Люди, которые еще совсем недавно рассказывали, что силы Украины на исходе ресурса заканчиваются, Украина вот-вот сдастся и проиграет, теперь признают, что украинская армия сильна, боеспособна и в качестве доказательства боеспособности приводят как раз Курскую операцию. В Курской области, как известно, российская армия до сих пор украинцев победить не может. Им вообще верить нельзя никогда, украинцам. Ну, ложь – это просто основа национального характера. Это он так злится из-за того, что украинские власти постоянно жалуются на нехватку снарядов и техники, и российские эксперты все ждут. Когда же они кончатся? А на самом деле и боеприпасы, и техника – все не заканчивается и не заканчивается. Представляете, какая досада. Конечно, не надо верить. Яркое тому доказательство проведения ВСУ Курской операции. Наглядно очень демонстрируют способность частей, наличие боеприпасов, наличие ресурсов. Все у них есть. Рассказы про то, что чего-то там не хватает, они получают столько, сколько не получал вообще никто из союзников с послевоенных времен. Это надо очень четко понимать. Это тоже смешно. Люди, которые уверяли, что Украину все бросят, Украина никому не нужна, Запад ее сдаст России, теперь жалуются, что Украине, наоборот, помогают слишком много, дают слишком много всякой помощи. И по факту хвалят украинскую армию за действия в Курской области, признают, что эти действия успешны, потому что, ну, как известно, уже полтора месяца российская армия вытеснить украинскую из Курской области не может, ничего сделать с украинскими военными тоже не может. Дальше перешли к обсуждению путинских ядерных угроз. И тут в эфире прозвучали вполне логичные и обоснованные вопросы. Мол, ударить ракетами по Парижу Россия, конечно, может. Но понятно, что в этом случае ответным ударом будет уничтожена уже сама Россия. И какая в этом случае будет радость от обладания Крымом и Донбассом, если все равно все умрут? Можно, конечно, как сказал один наполеоновский маршал, если надо будет сжечь Париж, мы сожжем Париж. Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту победителей, в котором не будет. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса? Очевидно, что ядерные истерики российского руководства явно не по душе даже их придворным экспертам и телеведущим. И в данном случае эксперт задает вопрос, который не хватает смелости задать у всего российского общества. А нафига нужны руины Бахмута, Солидара, Углидара, Волчанска вообще такой ценой? Ну, для чего их захватывать, если это в итоге, по признанию самого же Путина, может привести к ядерной войне и уничтожению всего человечества? Ну, согласитесь, любому здравомыслящему человеку приходит в голову этот вопрос. Ну, зачем руины Углидара, если не будет России? Кому они вообще будут нужны, если вся Россия будет выглядеть как Углидар? И очевидно, что российские элиты задаются этим вопросом, раз он звучит уже в эфире российских телеканалов. То есть, ну, даже уже как бы на высоком уровне, люди, которые там отвечают за цензуру, они, видимо, понимают, что все-таки происходит что-то не то. И если задаться вот этим вопросом реально, да, то есть, а для чего Россия вообще ведет эту войну, если шире посмотри, да, даже вот без каких-то ядерных факторов, А зачем Россия ведет войну, от которой у нее только одни минусы, да? Ведь смысл войны любой в том, чтобы что-то получить, да, чтобы получить для себя лучшие условия, чем были до войны. Либо улучшить свой международный статус, либо получить какие-то ценные территории, либо полезные ископаемые и так далее. Если посмотреть, что получает Россия, она не получает ничего, кроме колоссальных убытков и потерь, потому что ее статус в мире разрушен и растоптан, над ней все смеются, потому что она не может без ядерных угроз даже Украину победить. То есть, бессилие, да, эти все угрозы, там, сотрясение ядерными дубинами, это же ведь от бессилия, от того, что никакие другие рычаги не работают. То есть, авторитета нет. Захватить какие-то ценные территории, ну, они захватывают разрушенные, выжженные руины без людей, которые только разминировать придется лет 10. И очевидно, что потрачено на это гораздо больше, чем эти территории вообще могут принести какой-то прибыли. То есть, здесь тоже в минусах. И если посмотреть на всю эту ситуацию и задаться вопросом, ради чего это все, для чего, с какой целью Россия ведет эту безумную, убыточную, абсолютно глупую войну, то всем станет очевидно, что никаких других целей, кроме каких-то личных обидок Владимира Путина, его маниакальной одержимости, уничтожением Украины каких-то личных обид и комплексов, на самом деле у этой войны и нет. Подписывайтесь на канал, друзья!